Последняя жена София Кругликова начала сама бить актера за беспробудное пьянство, но сейчас живет с ним в одной квартире. Обнародованы подробности личной жизни артиста Михаила Ефремова после того, как в ДТП с его участием погиб человек. О том, что актер борется с пагубным пристрастием к алкоголю, широкой общественности было известно давно, но в комсомольской правде Михаила обвинили еще и избиение и спаивание жен и любовниц. Последняя, пятая супруга София Кругликова, родившая Ефремову троих детей, призналась, что начала сама бить мужа в ответ на беспробудное пьянство. Сейчас женщина живет в одной квартире с Михаилом, но в разных комнатах. Ранее режиссер Валерий Сергеев сообщал, что Ефремов истязал женщин, они с ним страдали душевно и физически. По его словам, однажды актер запустил кружку в голову любовницы Натальи Ионовой, шрам остался у актрисы на всю жизнь, а позже она и вовсе ушла из профессии из-за вспышек агрессии Ефремова. Сергеев считает, что многих женщин Михаил брал на работу в театр-студию «Современник-2» через постель, что произошло со второй его женой Асей Воробьевой. Женщина ушла из-за него от мужа, но в итоге сбежала и от Ефремова. Сергеев намекает, что и Воробьеву, а также третью жену Евгению Добровольскую и четвертую Ксению Качалину он подсадил на выпивку. Как сообщает режиссер, это только на публике и в компании друзей Михаил кажется добрым и веселым, но на самом деле это маска. Он может избить и женщину, и ветерана, что и произошло в юности. Тогда отец актера спас его тюремного срока, отправил в армию. Сергеев лично видел, как третья жена Михаила приходила в театр с синяком под глазом. При этом был случай, когда перед спектаклем Борис Годунов-Ефремов не смог выйти на сцену. Сергеев объясняет, что перед выступлением Михаил подошел к нему и пожаловался на больное горло, но не из-за простуды, обжег кокаином.